Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов Венера Капитолийская. 1-11 век. Мрамор, высота 193. Венера Капитолийская римская скульптура из мрамора, считающаяся повторением греческого оригинала, знаменитой статуи Афродита Кницкая, Проктителем, после 366 года до н.э. Она была обнаружена между 1667 и 1670 годах на Виминальском холме в Риме. В 1754 году папа Бедендикт XIV передал ее в дар Капитолийскому музею. Данное изображение определяется как Венус Пугико, с латинского Венера скромная. История отечественного искусства знает целый ряд изваяний, представляющих богиню, стыдливо прикрывающую свою ноготу. Ну, например, Венера медицинская, то есть принадлежащая Менче. Претиположность многим образом открыта демонстрирующим совершенство тела. После обнаружения названных Венер идутся споры, какая из них является лучшим воплощением женской красоты. Очевидно, разрешить эти разногласия не удастся никогда. По крайней мере, эти две одинаково совершенны. Марк Твен в 1869 году в рассказе «Венера Капитолийская» остроумно описал проблемы, возникающие с восприятием и оценкой этой античной статуи. Ну вот, вкратце о Венере Капитолийской. Первый одиннадцатый век, мрамор. Это описание нашел в интернете. Пока-пока, до свидания. Я пользовался данными из интернета и издания «Великие музеи мира». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова